Впервые видела фильм «Небесные ласточки». Какие впечатления о нем? Ну, так получилось, что полноценно этот фильм я никогда не могла посмотреть, потому что по телевизору всегда включаешь какой-нибудь канал, и уже фильм идет. То есть от начала до конца его не посмотришь. Соответственно, мне пришлось его специально посмотреть, чтобы сегодня хоть как-то ответить на вопросы, от начала до конца. Общее впечатление, ну, наверное, это была хорошая попытка мюзикла, но, как по мне, если бы не сильный актерский состав, то фильм, наверное, вряд ли был бы такой удачный. Меня он особо не впечатлил. Увесный фильм «Небесные ласточки» снимался в окрестностях Ялты и в самой Ялте. Интересно было видеть знакомые места? Ну, конечно, интересно, потому что очень много фильмов снималось именно в Ялте, и каждый раз ты разглядываешь какие-то знакомые улочки и пытаешься понять, как это выглядело до того, что происходит сейчас. Мне кажется, это всегда будет актуально, это уже история. А теперь, извините, мне надо работать. Скажи, пожалуйста, какая твоя любимая песня из фильма «Небесные ласточки» и почему? Наверное, моя самая любимая песня – это песня про Бабетту. Это единственная песня, которую можно запомнить, потому что она исполняется целых два раза. И припев там повторяется вообще множественное количество раз. Но мне эта песня нравится в исполнении Людмилы Марковны Гурченко больше, чем в исполнении Ининидзе, потому что это было ближе к джазу, и как-то она и так ее сделала в проброс, то есть особо даже не стараясь. И это было гораздо круче, чем якобы триумфальное выступление Инидзе. Ну, тем более, кстати, Ининидзе не пела сама в этом фильме. И, кстати, как тебе вообще игра твоей тезки? Честно, это больше вот такие укрепленные, такая милая… Не, ну, на самом деле, ну, правда, милая девочка. На тот момент, в принципе, это было, наверное, то, что нужно было зрителю посмотреть на милую, обаятельную девушку. Ну, на данный момент, вот сейчас уже смотришь, ну, она кривляется больше. У Людмилы Марковны Гурченко это эпатаж, то есть она там глазами такая сырка. Это совсем другая эстрада. В общем, как актриса, ну, к сожалению, Ининидзе не впечатлило. Но я частенько пользуюсь ее именем, дабы сказать, что имя Ия существует. Ну, что ж, давай в заключение поставим оценки фильму и саундтреку по отдельности, по десятибальной шкале. Саундтрек, наверное, двоечка, потому что только песня про победу, остальные я даже название не могу запомнить. То есть, ну, может быть, у меня, конечно, с памятью плохо. А фильму, ну, наверное, пятерочка. Такое среднее развлекательное кино. Ну, то есть, если бы не Ширвинд, Мирона, Гурченко, наверное, это было бы грустно и печально, к сожалению. АПЛОДИСМЕНТЫ